Всем привет, с вами Драг-притект и это мой очередной выпуск Драг-баттл-карс, посвященный приложению Драг-битвы ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о таком замечательном автомобиле, как Мерседес Махварн СЛР. Вот, собственно говоря, и он. В автосалоне стоит 4000 условных единиц. Во-первых, мы видим массу кузова 623 килограмма. Это, в принципе, небольшая масса. Но, как премиум автомобиль, он по-прежнему тяжелее Запорожца, Toyota Supra Top Secret, Nissan 307 Z Drift King и некоторых других автомобилей. Касательно аэродинамики. Efficient CX 0.374. Не фонтан, конечно. Но, скажем так, для 402 метров подойдет. Меня очень интересовало, какие же у него задние колеса. А колеса у него с радиусом 33 сантиметра и сзади шириной 475 миллиметров. То есть, почти мустанг, но по радиусу не дотягивает. И по шине тоже. Сразу говорю, что передние колеса довольно широкие, но в связи с тем, что красивые диски, я не стал их выкидывать. Вот, 255 миллиметров. Резин по умолчанию Sleek я поставил спортивную для уменьшения сопротивления. Внешний радиус тоже 33, колеса у него одинаковые. Подвеска жесткая, 35 килограмм, пружина 13 сантиметров, демпфирование 7 килограмм и высота 27 сантиметров. Это спереди. Сзади то же самое, но пружина уже 12 сантиметров. Весит такая подвеска 30 килограммов. Трансмиссия у нас стандартная. 94% КПД, время переключения, как у Mazda RX-7, примерно от 410 до 490, у Mazda до 480 миллисекунд. Дифференциал тоже ничего не примечательного, 95% КПД и передачное число 3,170. Масса 11,5 килограммов и дифференциал этот на задний привод. В стандарте стоит Махаик 2, а больше нам не нужно. Тоддовские ресиверы и коллектор. Примоток 3, дроссель Турбо 3. Суперчарджер СЛР так знаменитый. Благодаря тому, что он дает гораздо больше мощности, чем стандарту суперчарджера. Но здесь он стоит не плюс 3, а обычный. Так что, если вы хотите снять суперчарджер на сообществе, лучше не покупайте СЛР. Купите чарджер в магазине. Родной блок V8 M155 980. Почему 980, я, конечно, не знаю. Но, наверное, это как-то связано с тем, что если поставить фильтр LPD2, блок будет развивать мощность 980 лошадиных сил. На настройках. Так что это сомнительный факт. В стандарте стоит фильтр LPD1, поэтому сразу его меняйте, мощность резко увеличится. Машина даже будет вставать на ДБ. Но вилку я оставить не стал. Я решил пожертвовать в лейме стиле парой десятых секунд. И что мы видим? Машина сделана достаточно качественно. Но есть пара недочетов. Во-первых, знак хиппи. Нет, в принципе, я ничего против хиппи не имею. Особенно, когда эти хиппи ездят на мерседесах. Но вот то, что за этим знаком хиппи серая сплошная херня, хотя на самом деле здесь должен быть воздухозаборник суперчарджера, здесь должна быть большущая дыра, или хотя бы чертом заделано. Ну, видимо, кто-то об этом не подумал. Так как у нас никто в лицензии не покупает драгбитвы, а сзади значок отсутствует. Даже значка хиппи нет. У остального машина сделана замечательно. Единственное, что меня еще настораживает, это то, что тормоза трутся в диске. Но это, я думаю, норма. Так и положено. Ну, что мы видим? 9 секунд, 4-2 метра. Это мой рекорд. Сейчас давайте проедем на бис. Учтите, что резина сликовая, поэтому на миле дезальтат может быть чуть хуже ожидаемых. от 980-сильного тонна степи 50-хиллограммового автомобиля. В общем-то, можно на 2-х передачах проходить 42 метра. Кстати говоря, на самом деле, у меня такое время было без настроек. Это я сейчас просто запоздал и переключил первую передачу. На этот раз я постараюсь не встать на задние колеса. Все-таки это Макларен, он как-то ему положено стоять на передних колесах и на задних. Тем более, у него мотор тяжелый и спереди расположен. А он почему-то, блин, назад встает. Насколько я помню, 1000 лошадей-то не должно быть достаточно, чтобы поднять такую махину на задние колеса. Ну, хотя реальный Макларен на СОР весит гораздо тяжелее, чем внутри. В реале он весит тонну 700. Это уже претензии к разработчикам. 5-ступенчатая коробка. Дальше мы не переключимся. Не сходите гонять на милю, меняйте КПП. Кстати, вы, наверное, уже заметили, что на озвучке-то для него сэкономили. То есть, послушаем. А теперь Лада. Ну, мараль сей басни такова, что вы можете построить корч под кодом названием «беспаливность». То есть, я думаю, 900 лошадей вполне хватит, чтобы унести продукцию автоваза с места достаточно быстро. И при этом орать, что у тебя стоковое двигало, блядь, что ты просто мастерски настраиваешь машины. Ну, а вот Ford Mustang Boss 429. Достойная конкуренция. Тоже такой отличающийся движок. Взамен чарджера мы получаем хорошую коробку передач. Коробка передач не просто хорошая, она замечательная. Вот, например, в моем фокусе она стоит. Коробка передач чем хороша от босса? Тем, что она в стоке плюс 2. И время переключения очень низкое, ниже, чем у ЗАЗ КПП. А быстрее переключается только в амборжении. Плюс ко всему это коробка шестиступенчатая. Ну, а тысячу мы переплачиваем. То есть, мы получаем колес примерно такой же ширины, примерно такого же радиуса. И тут мы выбираем между тем, чтобы сэкономить, либо между тем, чтобы не экономить, но получить КПП. А если мы сэкономим, мы получим чарджер. Ну, в принципе, это все, что я могу сказать о данном автомобиле. То есть, мне он нравится. Действительно, хорошая, перспективная машина. Но тут, опять же, для любителей. То есть, тот, кто хочет себе эксклюзивные суперчарджи, может зайти в премиум-магазин, влот 14 голосов, 1400 уе, если вы будете донатки дать. И... Вел это за вами. Ну, а я еще раз напомню, что с вами был ДМ-архитект. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро будет новое видео про Анису и Сильвию, как только завершится турнир в одной из групп. Ну, а... Я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok